Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ко дню всех влюбленных ульяновские озеленители вырастили 600 тысяч тюльпанов. В Совете Федерации оценили опыт ульяновцев по развитию ТОСов. Пользуются ли ульяновцы услугами брачных агентств? Как исполняются поручения главы региона по развитию цифровизации и какие дальнейшие планы в этом направлении, обсудили в ходе совещания по финансово-экономическим вопросам. 11 февраля в 12.00 Ульяновская область официально перешла на цифру. И это только первый робкий шаг на долгом пути цифровой трансформации региона, поскольку весь накопленный потенциал необходимо использовать для оптимизации государственного и муниципального управления, отдельных отраслей, а также социальной сферы и экономики региона в целом. До 1 апреля все органы власти должны внести изменения в государственные программы и выделить направление информатизации. Какие это будут шаги, обсудили на еженедельном совещании по финансово-экономическим вопросам. Уже намечен план по цифровому развитию региона. Мы изинтересованы в работе по таким направлению, как проект развивательного региона новых технологий связи, например, сети 5G, обеспечивающие работу интернета вещей. А я напомню о том, что наш регион, уважаемые коллеги, вошел в число территорий, в которых предусматривается возможность создания этих сетей. Выделен ряд приоритетных сквозных цифровых технологий для региона по федеральной программе «Цифровая экономика». Это ключевые научно-технические направления, которые оказывают существенное влияние на развитие новых рынков. Среди них технологии искусственного интеллекта, работа с большими данными, дополненная и виртуальная реальность, а также робототехника. Так, ульяновские вузы и компании уже имеют в этих вопросах наработки. В частности, при УЛГУ сегодня работает региональный центр компетенции «Цифровая экономика». Сейчас мы уже пропустили, подготовили, так скажем, к вхождению в такую деятельность порядка 100 человек студентов и инженеров Ульяновской области. Планируем с начала марта запустить уже полноценную программу, в которой участвовали бы как студенты наши, так и студенты других университетов Ульяновской области. На строительство и оснащение центра потрачено около 15 миллионов рублей, который с сентября 2018 года распахнул свои двери. Здесь студенты с помощью сквозных технологий учат понимать потребности общества и улучшать жизнь населения и экономики в целом. На самом деле учиться не так сложно, если ты будешь заниматься во время учебы. Этот центр интересен для меня тем, что тут предоставлены новейшие технологии, в которые ты можешь окунуться, можешь задавать вопросы, на которые тебе благополучно все ответят. Также на днях Ульяновский государственный университет договорился об открытии новой базовой кафедры с компанией «АйТек Инжиниринг» по направлениям VR, нейросети и искусственный интеллект. Так что компетенции цифровой экономики в нашем регионе будут развиваться и дальше. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Второй из дней Ульяновской области в Совете Федерации начался за пределами Верхней Палаты Парламента. Расширенное заседание Комитета по обороне и безопасности прошел в выставочном центре «Крокус-экспо» в Красногорске. На совещании рассмотрели вопрос передачи земель Министерства обороны в собственность Ульяновской области. Земли планируется использовать для гражданского строительства и будут внесены в зону перспективной жилищной застройки. Планируется передать три участка. Два в Заволжском районе и один на севере города. Мы понимаем, что для нужд принадлежа данные земельные участки практически не нужны и не могут быть использованы. Из-за этого мы вышли с предложением передать эти два участка для жилищной застройки и строительства социальных объектов. Кроме этого, сенаторы оценили опыт Ульяновской области по развитию сельского хозяйства, Института территориальных общественных самоуправлений и правового просвещения. Подробности уже на сайте управда.ру. Ульяновские ТОСы продолжают развиваться. На этот раз общественники создали свой аппарат, куда на постоянную работу пригласили юристов и бухгалтеров. Ассоциация ТОС обзавелась собственным аппаратом. Теперь у общественников есть юрист, бухгалтер и специалист по проектам. Сегодня в организацию входят 217 тысяч жителей региона. У каждого из них есть проблемы, вопросы, просьба о помощи. Что-то решает конкретно ТОС, а что-то нуждается в помощи ассоциации. Благодаря сформированному аппарату сделать это теперь проще. Поэтому организация продолжает прирастать новыми участниками. К примеру, в ассоциацию ТОС Ульяновской области вступила ассоциация территориальных самоуправлений города Димитровграда. Теперь в Ульяновской области будут работать как бы две ассоциации. Ассоциация города Димитровграда совместно с ассоциацией Ульяновской области. Город Димитровград, ассоциация наша молодая еще. Как бы нам нужно перенять опыт. Еще буквально несколько лет назад было всего лишь три ТОСа. Сейчас 210 ТОС на территорию Ульяновской области. Это в качестве юрлица. В Непровладе, к сожалению, пока всего лишь семь или восемь ТОСов. Развивать это надо. Надо сплачивать население. Аппарат ассоциации ТОС Ульяновской области появился в январе. Есть кому помочь в составлении финансовых отчетов, во взаимодействии с государственными органами, в составлении документов, чтобы получить грант. Первая главная задача оказания помощи ТОС, их членам, и желающим создать эти общественные самоуправления. И будем помогать всем ТОСам, которые будут к нам обращаться с помощью, так как мы закупаем на них тоже как бы ключики с подписью. И будем отправлять отчетность за них, кто не может, например, сам. И помогать будем, конечно. Буду оказывать помощь в написании всевозможных проектов ТОСам. Что такое проект? Это различные фонды организуют всевозможные гранты, конкурсы. И для участия в этих конкурсах нужно написать свой проект. Аппарат в ассоциации небольшой, но люди, занимающие здесь рабочие места, готовы работать на благо территории Ульяновской области. Шестая часть жителей региона входит в движение ТОС. Все они активные и умеющие созидать граждане. Кстати, сегодня наш регион по темпам развития движения территориального самоуправления, если верить федеральной статистике, лучше не только в ПФО, но и в России. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В Ульяновской области продолжаются выездные противопожарные рейды в неблагополучные в плане пожарной безопасности районы. Сотрудники главного управления МЧС вместе с представителями соцзащиты и газовых служб проводят подворовые обходы граждан. На этот раз рейд прошел в Сурском районе. Всего обошли около 100 домов. Обнаружили нарушения в эксплуатации проводки и газового оборудования. В некоторых домах отсутствуют притопочные листы у печей. Также инспекторы провели инструктаж с преподавательским составом Сурской средней школы. Основное внимание обратили на состояние эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения. Выучить иностранные языки, разбираться в политике, уметь отстаивать интересы своей страны. Ульяновские школьники могут получить навыки дипломата, не отрываясь от учебы. У выпускников ульяновских школ появилась возможность разузнать о профессии дипломата побольше. А самое главное – пообщаться с представителями Министерства иностранных дел. В точке кипения открылась школа юного дипломата. Комплексная бесплатная профориентационная программа позволит старшеклассникам определиться с будущей профессией, а в дальнейшем продолжить обучение в профильном вузе. Именно профориентация должна помочь ребятам правильно сориентироваться в жизни, поступить в тот вуз, учить ту специальность, по которой они в дальнейшем будут работать. Первыми участниками школы дипломата стали выпускники из 21-й школы. На протяжении нескольких месяцев ученикам расскажут о нюансах дипломатии в современном мире. Цветов хватит на всех. К празднованию 14 февраля и 8 марта городской центр по благоустройству и озеленению подошел основательно. Озеленители вырастили 600 тысяч тюльпанов. Желтый и стронг голд, красный лалибелла и розовый алма-павлович. Всего больше 25 видов тюльпанов. Главным цветам весны необходимо бережное отношение. Луковицы закупают в Голландии, затем выращивают в теплицах при 15-20 градусах. Кроме тюльпанов, горзеленхоз может похвастаться огромным ассортиментом роз, лилий и цветов в маленьких горшках. Кстати, луковицы проданных тюльпанов снова высадят в землю, чтобы потом оформить с их помощью цветники на улицах города. Практически накануне Дня Святого Валентина отмечается Международный день брачных агентств. Об этом празднике мало кому известно, однако он существует и ежегодно достаточно бурно отмечается. Подробности расскажет Наталья Чемоченко. На календаре 12 февраля. В канун Дня всех влюбленных отмечаем Международный день брачных агентств. Сам праздник появился в 2010 году на Украине, где представители брачных агентств выступили с подобной инициативой. Вскоре их поддержали коллеги из других стран для того, чтобы обратить внимание общественности на такие организации и популяризацию их услуг. Вам какие женщины больше по сердцу? Блондинки, брюнетки, рост, характер, образование. Так что же такое брачное агентство и с чем его едят? Это организация СВАХ и, как правило, сопутствующих специалистов, предоставляющих личные услуги по поиску партнера для создания семьи. У нас немножко подход другой. У нас существует своя единая база данной по России. То есть у нас вот мы уже около года в Ульяновске открывается. Сейчас открылись в Самаре, в Уфе. То есть также у нас договора с крупными агентствами в Италии, Испании, Франции, Германии. То есть у нас также представлена заграница. То есть мы также специализируемся на знакомствах с иностранцами. На Западе уже многие десятилетия люди знакомятся через брачное агентство и создают крепкие союзы. В России эта тенденция только набирает обороты. Кто вы такая, Вера Николаевна? Да вроде сваха я. Кто? Да, сваха. А вы кто такой? В Ульяновске сегодня работает несколько частных компаний, но результаты, как показывает практика, уже есть. Могу сказать, что у нас, так как уже год, люди у нас и в процессе только знакомства, также у нас некоторые встречаются, но некоторые уже сказали спасибо, мы воспользуемся вашими услугами, дальше мы сами. То есть вот этих людей мы не сможем никак отследить, мы только можем, только те, которые выходят с нами в дальнейшем на связь. К подобным организациям люди относятся по-разному. Одни с весомой долей скепсиса, другие имея определенные сомнения в душе, третьи с надеждой в сердце. Вы знаете, что такое брачное агентство? Конечно. Что это вот для вас? Ну, это агентство, где пытаются люди создать свою судьбу. Оно нужно нам, вот именно в нашем городе, как считаете? Да трудно сказать. Ну, наверное, нужно, особенно для молодежи. А как они бы воспользовались услугами, если бы нужно было? Не знаю, на эту тему нужно размышлять. Вы знаете, что это за организация, брачное агентство и чем они занимаются? Ну, представляю, примерно, да. Что это? Такое агентство, которое помогает найти пару. Как вы считаете, они нужны у нас в обществе? Мне нет. Ну, брачное агентство – это как бы клуб знакомств. Да, они нужны, вот у нас в Ульяновске. Нужны. А вот для кого больше, для молодежи, для... Для разных возрастов. И для молодежи, и для... Ну, для молодежи даже меньше. Они знакомятся в ночных клубах, ну, и в других местах. А более лучше для более старшего возраста. Ну, представляю, примерно. А примерно, что вот? Как вы думаете? Ну, каким-то образом они обеспечивают поиск, там, будущих супругов. Наверное, так. Ну, я этой темой не интересуюсь. Ну, а как вы считаете, вот эти агентства, они нужны у нас сейчас в обществе? Не думаю. А сами бы не прочь воспользоваться услугами, если бы была необходимость? Нет, категорически. Итак, если вы все же за поиском своей второй половинки решили обратиться в агентство, то следует воспользоваться полезными советами. Во-первых, следует избегать бесплатных агентств. Как правило, они тратят время зря. Во-вторых, хорошее агентство заключает договор на длительный период. Поэтому, если вам предлагают найти жениха или невесту за неделю, вряд ли такой конторе можно доверять. И в-третьих, любое уважающее себя брачное агентство обязательно имеет офис, а не существует лишь на виртуальных просторах. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова